Всем привет, меня зовут Балжан. Сегодня мы поговорим о связи между утомлением мышц и типами дыхания, которые проходят в этих активно дышащих тканях в нашем теле. Теперь мышцы являются органами, которые потребляют самое большое количество энергии и соответственно им для этого необходимы большие объемы кислорода. На предыдущем уроке мы рассматривали, что при потреблении кислорода клетки вырабатывают большое количество энергии, то есть источники энергии, такие как глюкоза, в присутствии кислорода могут вырабатывать до 36 молекул АТФ. В то время, когда кислорода не присутствует, то есть некоторые ткани, а именно, например, мышцы могут переходить только на анаэробный тип дыхания, то есть в данном случае при отсутствии кислорода из глюкозы в конечный продукт у нас появляется эта молочная кислота, от которой потом мышцам необходимо избавляться. Соответственно, когда мышцы начинают активно работать, то они сначала потребляют кислород, который имеется в запасе, то есть если помните, мышечные ткани могут запасать кислород в связи с белком, называемым миоглобином, который по аналогии с гемоглобином может связаться с кислородом, и когда запасы кислорода заканчиваются, то тогда мышца начинает, так как команды с нервного центра все еще подаются, то есть человек пытается все еще активно использовать эти мышцы, то при отсутствии кислорода мышца переходит на анаэробное дыхание и начинается вырабатывать большое количество молочной кислоты. Соответственно, давайте отметим эти этапы, здесь у нас первый этап это анаэробный, который присутствует всегда, второй этап это у нас здесь аэробный, который работает в присутствии кислорода, и вот эта часть называется молочное кислое брожение, то есть это часть анаэробного дыхания, когда промежуточное вещество пировиноградная кислота превращается в молочную кислоту для того, чтобы обеспечить последующее расщепление молекул глюкозы. Соответственно, когда клетка идет по этому пути, у нас вырабатывается до 38 молекул АТФ, в то время, когда клетка проходит по этому типу дыхания, то тогда появляется только две молекулы АТФ. То есть здесь мы видим, что аэробный тип дыхания наиболее эффективен, но здесь лимитирующим фактором является именно наличие кислорода, так как кислорода мышечная клетка запасти может в небольших количествах, и здесь стоит упомянуть, чем больше организм тренируется, соответственно, тем больше мышцы могут запасать данного кислорода. Но когда кислород заканчивается, мышца вынуждена перейти на анаэробный тип дыхания и получает только небольшое количество энергии. Но за счет именно присутствия такого типа дыхания мышца все еще может работать, даже когда кислорода нет. И здесь стоит упомянуть, что как это связано с утомлением, то есть это является первой причиной, что, во-первых, недостаток кислорода приводит к накоплению молочной кислоты. Соответственно, это и сигнализирует о том, что в клетке уровень выработки энергии значительно снижается, и, соответственно, мышцы уже не могут так активно работать, как в присутствии кислорода. Теперь, в зависимости от того, в каком режиме работают мышцы, то при, например, занятиях спортом выделяют два типа упражнений – это анаэробные и аэробные. То есть при анаэробных упражнениях обычно происходит создание условий, когда на мышцы создается очень сильная нагрузка за короткое время. То есть к таким типам упражнения относятся все силовые упражнения, такие, например, как поднятие штанги или, например, бег на высокой скорости, на короткие расстояния, то есть сприт. А вот другие типы упражнения – это аэробные типы упражнения. Здесь у нас, соответственно, нагрузка, она создается постепенно. То есть человек не сразу создает экстремальные условия, то есть он постепенно повышает нагрузку, тем самым может выполнять физические упражнения в течение более длительного промежутка времени. То есть к этим типам упражнений относятся, соответственно, бег на дальние дистанции, такие как марафон, также плавание или, например, скажем, легкогимнастические упражнения. Соответственно, выбирая различные типы упражнений, человек может подготовить свои мышцы к различным режимам работы. То есть режим их работы, когда он может выдавать большую физическую силу на короткие промежутки времени, либо же повышать выносливость своих мышечных тканей. Теперь, помимо первой причины, такого как недостаток кислорода, который приводит к утомлению мышц, имеются еще две причины, которые влияют на утомление. Во-первых, это у нас растяжение сухожилий, которое соединяет мышцы к костям. То есть, когда человек подвергает свои опорно-двигательные аппараты различным физическим упражнениям, соответственно, сухожилие, они тоже принимают на себя нагрузку. И в конечном итоге, то есть при длительном напряжении, сухожилие тоже начинает уставать. И третий фактор, который влияет у нас, это у нас усталость двигательных нервов и нервных центров. То есть, помимо того, что утомляются сами мышцы, когда у них формируется недостаток кислорода, нервная система, которая является источником сигналов, то есть тех команд, которые заставляют мышцы работать, она тоже может уставать. Так как для работы нервной системы тоже потребляется энергия, и нервам необходимо время для восстановления химических веществ, которые используются для передачи команд. Соответственно, при продолжительном физическом воздействии, то есть при продолжительной подаче команд, нервная система тоже устает, и это также ощущается как утомлением при физических нагрузках. Сегодня мы рассмотрели причины, которые приводят к утомлению мышц, а именно, самое главное, связь утомления мышц с типами дыхания, то есть как мышцы могут потреблять кислород и выделять энергию. Если у вас имеются вопросы, пишите в комментариях. Надеюсь, вам было все понятно. Я с вами прощаюсь до следующего урока. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!